Армяне требуют наказать псевдочиновников, канувшего в лету сепаратистского режима в Карабахе. Добровольно покинувшие азербайджанские территории лица устроили акцию протеста в Ереване перед зданием представительства преступной хунты. Демонстранты призывают руководство Армении бросить за решетку так называемых лидеров, разнесенного пух и прах марионеточного режима. По словам карабахских армян, главари хунты нажили целое состояние, разграбляя земли Азербайджана. Долгие годы они грабили Карабах, а сегодня шикуют в Ереване. У них здесь есть роскошные рестораны, дорогие отели. В центре столицы Аркадий Гукасян построил несколько многоэтажек. Мы попросили разрешения заселить там несколько карабахских армян, но нам отказали. Они сказали, что эти квартиры продаются. Все эти чиновники из Карабаха имеют в Армении свои дворцы, дома по всей стране. Все это создано за счет разграбления Карабаха. 30% домов в Армении построили именно на эти средства. Сегодня нам приходится спать на улице, а чиновники ни в чем себе не отказывают. Арутюнян, Саакян и Гукасян годами просто набивали свои карманы. Вот и все. Карабахские армяне просят экстрадировать из Азербайджана в Армению лидеров самораспустившегося фейкового режима в Карабахе. Говорят, Арутюнян и другие преступники должны ответить также перед армянским правосудием. Все они должны находиться не в бакинской тюрьме, а в ереванской. Этих грабителей должны судить армянские власти. Знаете, что самое смешное? Сегодня, даже когда эти преступники находятся за решеткой, нам не разрешают жить в построенных ими домах в Ереване. Часть этих бестолковых лидеров все же вернулась в Армению. Мало того, что они грабили Карабах и накопили таким образом миллиарды, теперь они хотят грабить и Армению. Нужно избавиться от них. Почему власти Армении не предпринимают соответствующих усилий? Почему служба национальной безопасности и прокуратура Армении не возбуждают уголовные дела против этих лиц? Мы, вернувшиеся в Армению армяне, пойдем и дадим необходимые показания, кто и как грабил людей. Тогда каждый из них получит пожизненный срок. Пингующим армянам удалось пробиться в здание представительства преступной хунты. Так называемый президент фейкового режима Самвел Шахраманян с помощью полиции убежал от разъяренной толпы. А вот брата его, Карена Шахраманяна, группа демонстрантов все же поймала и побила. Он, напомним, долгие годы изображал из себя министра городостроительства Карабаха. Шамистам Амедов, СБСи. Субтитры создавал DimaTorzok